Вот так коляска выглядит без колес, смотрите нету колес, нету спереди колес, вот она разложена в виде, давайте здесь быстренько пробежимся, здесь подножка, чтобы ребенок полностью лежал, и вот здесь вот она опускается, эта подножка вниз, раз нажали, она вниз опускается, еще ниже, либо вверх вот так выставляется, ну стандартные лямки, чтобы ребенок ваш не убежал, и вот здесь вот, вот такая вот лямка. Вы слышали, да? Вот, эта штучка снимается, здесь просто она идет на липучку, и вы ее можете постирать, типа такого матрасика, так, дальше, что здесь? Сам первый раз ее вижу, поэтому показываю вам, вот он, соответственно, большой, огромный капюшон, здесь вот так открывается, чтобы ваше чадо хотя бы куда-то смотрело, и вот так же закрывается, дышало там, если оно заснуло, то дышало, либо смотрело, так, и вот так оно поднимается наверх, это, соответственно, кнопка на ручке, она слаживается, потом опять же покажу, так, что здесь еще интересного? Сзади вот эта штука, чтобы ветром не нагнетало ребенку голову, и вот такая большая корзина, для яблок и для бананов, что вы там покупаете? Для фруктов, больше туда ничего ложить не надо, потому что это же вам не тачка, это коляска. Так, теперь нам надо присоединить сюда колеса, вот эту штуку, ручку, передние колеса, подстаканники, и, в общем, все вот это собрать, вот на вот эту вот раму, и мы увидим, какая у нас будет большая, огромная, шикарная коляска. Еще один маленький момент, перед тем, как мы будем цеплять сюда колеса, вот ваш ребенок сидит, и, ну, начинает он засыпать, короче, вы увидите, что сейчас будет дело коснул, здесь задней стороны такой рычажок, легким движением руки, коляска становится в лежачее положение, можно еще, наверное, ниже опустить, я, в принципе, думаю, что этого уже достаточно, но вот она уже в таком положении. Раз проснулся, хотите, чтоб сидел, оп, подняли, и все, и она уже в таком положении. Все, сейчас я собрал тормоза задней шасси, и передние уже были собраны, сейчас мы их наденем на саму раму. Давайте перевернем коляску аккуратненько, раз, два, вся рама железная, прошу заметить, это очень качественная коляска. Так, возьмем задние шасси и зацепим их, они должны у нас просто сюда тупо встать, я думаю, что вот так, наверное, будет более понятней. Так, здесь такие, видите, штуки специальные, и они одеваются просто, раз, и здесь два. Все, задние шасси у нас крутятся, тормоза, тормоза работают. Тормоза у нас работают, вот они у нас в действии, оп, так, теперь остались у нас передние. Они у нас, вот они, так, они у нас независимые, поэтому я думаю, что их можно одевать здесь как угодно, короче. Главное, просто попасть вот этой штукой, вот этой штукой, вот, на вот этот штырь, вот так, так, и теперь, просто, наверное, она защелкает. Или они уже защелкнулись? Нет, еще они не защелкнулись. А как они должны защелкнуться? Вы вообще подскажете их здесь? Вот, они встали, все, назад они не подаются. Этот рычажок специально для того, чтобы фиксировать колеса вот в этом положении, чтобы они не ходили вправо, влево. Ну, вот этот вот, так сказать, маленький поворот, он нужен, чтобы просто не разбились, чтобы у них какой-то ход был. Вот, рычажок снимаете, и они просто вертятся по кругу, как надо. Вот так, сейчас мы ее поставим на колеса, полностью перевернем кверху ногами. Скорее всего, она у нас сейчас лежит кверху ногами, а мы ее поставим правильно. Вот так выглядит коляска, вот эти передние сбойные, заднее шасси, корзина, подножка, под спину опускаются, лежа. Вот эта штука здесь закрывает полностью, и когда ваш ребенок лежит, вы, конечно же, еще добавляете вот это для его ног. Вот здесь оно все застегивается, получается вот такой вот батискап. Вот он до конца застегивается. Ваш ребенок лежит, ветром ноги не задувает, в лицо не задувает, с боков он везде закрыт, и здесь, кстати, чехлы тоже все пристегиваются и закрыты. Вот у вас есть большая корзина, и вы прекрасно, что туда положив, едете с ребенком без проблем. Если ему надо подышать, в принципе, там и так много места, смотрите, какой большой капюшон. Вот, откройте ему вот так, и он будет дышать. Наверное, я думаю, что лучше пусть оно всегда будет открыто, а то мало ли, кому как надо дышать. Вот, раз проснулся, чик, убрали, все, ваш ребенок либо, как сейчас, сидит, ноги у него всегда закрыты, вот таким макаром, ну вот. Либо же он лежит, он лежит, ноги закрыты, и закрыто лицо, вот так. Вот, еще у нас осталось посмотреть, как дождевик ляжет, вот это вот от комаров, ручку, подстаканники и сумку. Вот эти штуки, да, что уже прицепило, варежки. Давайте посмотрим, такие тепленькие варежки, если у вас еще вот какие-то дополнительные на руках варежки, то, я думаю, что мороз вам не страшен, и вот так вот вы катаете свое чадо. Вот, давайте что-то еще прицепим, что там осталось у нас, и посмотрим, как оно будет выглядеть полностью в поле. Я вот сейчас прицепил вот эту ручку, вот когда ребенок сидит, когда он бдит и смотрит, что вы вообще, куда его везете. Вот, и даже если он уже уснул, и вы его опустили, и накрыли вот этим чехлом, то как бы ручку, в принципе, снимать-то и не надо. Потому что вот там он смело помещается, там его ноги проходят, а чехол сверху без проблем это все тело накрывает. Вот, и ручку вам снимать не надо, если он уснул, вы раз, накрыли, и все, и у вас получился вот такой шикарный батискап. Здесь все затягивается и все закрывается. Она гораздо теплее будет, блин, чем, конечно же, вот эта. Это не прогулочная. Мы хотели на нее взять чехол, такую же подставку под ноги, но это просто, блин, столько, честно говоря, мороки. Мы решили заказать просто тупо еще одну новую коляску. Так, теперь убираем этот чехол. Вот у нас есть дождевик. Он такой огромный просто. Я даже в него помещусь. Сейчас вместе с вами залезу в него, если люстру не разобью. Вот. Я полностью спрятался в дождевике. Но это же ж не для меня дождевик. Это дождевик для коляски. Так, давайте накроем. Вот так. Так током бьется вообще жесть. Коляска. А не дождевик. Так, это у нас на ноги. Это по бокам. Все здесь у нас с такими штучками, липучками. А нет, наоборот. Ну, как всегда, и газа что-то зачудит. И потом такой, типа, давай переделывать. Вот так. Потискав, сам идет сюда. На ноги. Вот. А вот эта часть закрывает здесь вам. Вот, липучки как-то совпадают с теми липучками. Руки тут, что у вас тут есть. Все это дело закрывает. И вот, получается, вот такой батискав. И ребенок уже там. Даже если снег идет, вы накрываете его вот этой штучкой, соответственно. И... Ваша коляска уже не мог. Сверху прекрасный кусок клеенки. Вот. Ну и... Москитка. Это просто... Я даже, честно говоря, не понимаю, как здесь какие-то резинки сделаны. Просто как-то она натягивается. Такая... На лицо. На лицо. Вот. Как-то так. Я накинул. Чтобы вам показать. Наверное, она как-то по-другому цепляется. Но... Мне и так нравится. Вот. Все. Пойдет, да? Можно вот так убрать. Кстати, вот под стаканчики зацепил. Смотрите. Вот. Вот. Конечно, неудобно, если здесь... Хотя, почему неудобно? Вот здесь стакан поставили. Руки ваши вот здесь. Они как бы не мешаются стаканчику. Вот. И сюда каких-нибудь семочек. Вот. Отсюда вас семочки едите. Шкарлупу вот сюда. Потом в мусорку. Поняли, да? Вот. Или орешков. Птичкам покидать. Вот. Так. Это тоже запчасти. Конечно же возвращается сюда. Батискап. Это полностью такой. Батискап. И что-то я еще хотел вам показать. А. Вот я вам хотел что-то показать. Вот она сумочка висит. Смотрите, как удобно. Раз. Открыли. Достали все, что вам надо. И закрыли. Так. Ну что. Попробуем поехать. На нашем батискапе. Как он ведет себя в дорожных условиях. Достали все, что вам надо. Достали все, что вам надо. Подписывайся на мой канал. Ставь палец вверх. Комментируй мои видосы. Рассылай их друзьям. Можешь показать их бабушке. Можешь показать их дедушке. Можешь показать их кому угодно. Пока. Можешь показать их кому угодно. Можешь показать их кому угодно. Пока. Можешь показать их кому угодно. Пока. Можешь показать истории. Давай. Пока. Пока. Можешь показать. Продолжение следует...